Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые учащиеся пятых-шестых классов. Меня зовут Алена Александровна Дубиковская. Я являюсь педагогом Центра развития одарённости и преподавателем кафедры истории России Кубанского государственного университета. Сегодня мы с вами совершим путешествие вглубь истории России и поговорим о довольно-таки интересной теме, которую вы видите на экране. Рюриковичи, первые русские князья. В рамках данной темы мы с вами поговорим о том, откуда же вообще взялись Рюриковичи на Руси, кем они были на самом деле, чем занимались первые князья династии, какую деятельность они вели, как они выглядели по мнению современников, по описанию современников и какие же атрибуты они всегда имели при себе. Формат нашей сегодняшней встречи, несмотря на то, что она проходит онлайн, лекционно-семинарский. Это значит, что я не только буду рассказывать какую-то информацию вам, но и в то же самое время буду иногда задавать вопросы вам, просить вас подумать о каких-то вещах, и буду надеяться на то, что вы мысленно отвечаете мне, рассуждаете вместе со мной, выдвигаете свои версии, может быть, даже ставите перед собой какие-то вопросы, на которые, пока у вас нет ответов, вы можете ваши вопросы адресовать вашим учителям, мне в том числе, передавая через ваших учителей. Это приветствуется и всячески поощряется. Перед тем, как мы с вами перейдем непосредственно к нашей теме, я хочу предложить вам любопытное задание. А именно, это будет задание на проверку себя до того, как вы прослушаете данную лекцию, данную информацию, то мы знаем о первых русских князьях. Перед вами так называемое генеалогическое древо. У нас есть правитель, с которого началась история России. У нас есть по хронологии второй правитель династии Рюриковичей, третий правитель, князь Игорь, четвёртый правитель, княгиня Ольга, ну и, собственно, пятый правитель, чьё имя не указано. Ваша задача попробовать сейчас вспомнить из, может быть, материала школьного курса по истории, может быть, из собственных знаний недостающие элементы в данном древе. Это имя первого правителя Древней Руси, это прозвище князя Олега, это прозвище князя Игоря, дата гибели князя Игоря и дата начала правления княгини Ольги, ну и также имя пятого правителя из династии Рюриковичей. Также ещё одно задание, которое я вам даю, оно скорее наподумать в течение всего нашего сегодняшнего занятия. Вы видите ниже в скобках, в кавычках, пустые строчки. Я предлагаю вам на протяжении лекции подумать о том, какая ассоциация вам приходит в голову с тем или иным правителем. И в конце данного занятия где-нибудь в тетрадке, в блокноте, может быть, устно поделиться этими ассоциациями с вашими друзьями, с учителями, с родственниками, да и просто зафиксировать себе эти ассоциации для того, чтобы у вас точно в голове остался, сложился образ этих пяти правителей Древней Руси. Ну что, давайте начинать. Теперь перейдём к лекционному материалу. История России, как и история первой династии, непосредственно связана с историей славян. Поэтому, отвечая на вопрос, откуда же взялись Рюриковичи на Руси, мы должны с вами для начала поговорить о том, а кто же вообще такие славяне и каким образом Рюриковичи связаны с ними. Славяне – это индоевропейский протонарод, то есть, можно сказать, зарождающийся народ, относящийся к группе народов, говорящих на индоевропейских языках. Происхождение славян доподлинно неизвестно. Некоторые исследователи склоняются к тому, что славяне изначально были таким протонародом, который расселился по реке Висла на территории нынешнего государства Польша. Другие исследователи склоняются к тому, что славяне расселялись по реке Днепр изначально на территории нынешнего государства Украина. Третья же группа ученых склоняется к тому, что славяне изначально были группой, которая проживала в Северном Причерноморье. Эта территория охватывает современные государства Румыния, Молдавия, Украина и часть России, и вот примерно этот регион. Но однако же, вот почему этот вопрос до конца не разрешен, славяне очень мало интересовали византийцев и римлян с этой точки зрения. Больше их гораздо интересовала кровожадность данного протонарода и способ избавиться от их набегов. Именно этому и были посвящены труды, которые дошли до наших дней. Ну и стоит отметить, что славяне, они назывались современниками по-разному. Мы можем встретить такие наименования славян, как Венеды, Анты или Скловины, например, Скловены. По-разному описывали их византийские и римские авторы. Но факт остаётся фактом. Это был народ, который проживал на одной из обозначенных территорий изначально и отличался, действительно, своей воинственностью и кровожадностью. Примерно во второй половине V века уже новой эры территорию, на которой проживали славяне и не только, территорию Европы, можно сказать, охватило великое переселение народов. Это был период, событие такое, в которое включались очень многие племена, германские племена, не только. И славяне в том числе были втянуты в этот водоворот. Из-за того, что многие народы начинали искать пригодные для своей жизни, для своей деятельности достаточно хорошие территории, славяне тоже снялись с насиженных своих мест и двинулись в путь. Но вот какая проблема обозначилась в Европе в то время. Все самые уже привлекательные территории, самые лакомые кусочки, они уже были заняты или Византий, государством довольно-таки крупным, или Западной Римской империей, тоже, соответственно, крупным государством по тем временам. И поэтому разные решения принимали те или иные народы, которые отправились искать лучшие жизни на новые территории. Именно в это время славяне, как вот такой единый протонарод, разделяются на три группы. Выделяются западные славяне, которые фактически не двинулись с места и осели, ну вот примерно в том регионе, где они изначально и зародились. Что они получили взамен на такой довольно-таки простой путь? Они получили довольно-таки воинствующих, воинственных, можно сказать, соседей. Вторая группа славян, их называют южными славянами, она двинулась на территорию Византии, стала с ней соседствовать. Тоже в наследство такой путь, довольно-таки понятный, простой, поскольку Византия занимала действительно хорошие плодородные земли и территории. Южные славяне получили, с одной стороны, сильного очень соседа Византийскую империю, с другой стороны, они получили определённую ассимиляцию, то есть, можно сказать, растворение в том народе, который уже проживал по соседству, смешение с ним. Ну и восточные славяне, они приняли самое такое внесистемное решение, самое неожиданное решение. Вместо того, чтобы где-то в том же регионе, в котором они изначально проживали, искать более приемлемые условия, они двинулись на восток. На восток в то время мало кто двигался, а вот восточные славяне решили именно таким образом и поступить. Можете обратить внимание на карту, которая представлена сейчас на экране. Пути движения западных славян, южных славян и восточных здесь отлично показаны. И вот как раз-таки восточные славяне, это будущие русские, белорусы, украинцы, они осели на территориях обширных от Днепра на юге до, можно сказать, озера Ильмень на севере. Вот такую вот территорию, обозначенную как раз оранжевым цветом, мы можем выделять в качестве территорий именно восточных славян. Почему данное решение уйти на восток является внесистемным? Дело в том, что восточные славяне, они не получили выхода к морям, хотя на тот момент, опять же, в древности, выходы к морям это было очень важно иметь, поскольку вся тогда торговля, рыбная ловля, связи с внешним миром, они были завязаны именно на этом. Ну и так как или совсем не было выхода к морю, или славяне восточные не могли им как-то полноценно распоряжаться, им пришлось сориентировать свою деятельность на других занятиях, на земледелии, например, на охоту направить свою активную деятельность, на бортничество, бортничество означает сбор мёда, диких пчёл, ну и на торговлю с соседними какими-то государствами, соседними племенами. Постепенно, занимаясь вот этими ежедневными рутинными занятиями, славяне начали развиваться очень хорошо и обозначились у них довольно-таки прогрессивные тенденции. С одной стороны, ежедневное занятие земледелием, то есть вспахивание, да, фактически земли, работа на земле привели к складыванию язычества. Это была религия восточных славян, она называется политеистической, то есть много божиим, иными словами. Буквально каждое явление природы, оно отождествлялось с каким-либо богом. Например, бог грома и молнии Перун, бог солнца, дождь бог, бог ветра, это стри бог и так далее. Также, помимо того, что появились боги, которым поклонялись славянские племена, у славян выделились такие люди, как волхвы. Это были самые просвещенные, самые образованные, можно сказать, в деле религии жители, которые могли организовать правильно такие обряды, как похороны, например, как свадьба и так далее. Славяне постепенно начали жить в соседских общинах. Если раньше проживали на одной территории именно родственники, то сейчас родственные кровные узы ослабевают, и люди начинают проживать вместе, просто потому что так более удобно вести хозяйство, более эффективно защищаться от внешних врагов и так далее. Ну и постепенно с увеличением населения формируется знать. Это вождь племени, как правило, и его друзья, которых постепенно начинают именовать дружиной, как раз от слова «друг», «друзья». Вождь и его дружина берут на себя обязанности как раз-таки по защите простого населения, которое должно было заниматься хозяйственными функциями. И таким образом структура вообще общества, она усложняется. Видите, появляются отдельно знать, появляются рядовые, можно сказать, общинники, появляются приближённые этого вождя, князя, и таким образом заметно уже разделение обязанностей внутри общины. Очень часто школьные учебники по истории просят нас запомнить, заучить те славянские племена, которые образовались в ходе вот такой вот жизни, в ходе деятельности восточных славян. Большое количество действительно племён мы можем найти на страницах учебников, но по большому счёту запомнить нам наизусть нужно всего лишь несколько из этих славянских племён. Это племя полян, которое проживало на юге, вы можете видеть, с центром в Киеве. И это племя ильминских славян, которое проживало наоборот, на самом севере. Центром ильминских славян был город Новгород. Собственно, почему эти два племени для нас так важны? Это были самые сильные, самые развитые на тот момент племени, и их сила, их развитость была обусловлена хорошим, выгодным географическим положением. И один, и другой племенной союз группировались вокруг города, стоящего на большой реке. Собственно, Новгород стоит на реке Волхов, Киев стоит на Днепре, и реки в то время были такими артериями своеобразными, которые позволяли очень хорошо торговать. Почему? Потому что сокращали время как раз-таки в пути для перевоза тех или иных товаров. Так вот, племя ильминских славян, племя полян, группировавшиеся вокруг Новгорода и Киева, начали постепенно выделяться на фоне других племен. Нам нужно также с вами запомнить племена древлян. Они проживают по соседству с полянами. Можете обратить внимание на карту и увидеть их. И также мы запомним с вами пока что племя Вятичей. Оно проживает, можно сказать, между славянами и между полянами с правой стороны. Вот оно, племя Вятичей. Почему мы запоминаем еще и эти племена? Дело в том, что первым русским князьям из династии Рюриковичей они доставят немало неудобств, о которых мы еще с вами чуть позже поговорим. Так вот, первая летопись, которая называется «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором, свидетельствующая о деятельности как раз-таки первых русских князей, о зарождении государства у славян, сообщает нам о том, что в 862 году в Новгород как раз-таки на княжение прибывает князь Рюрик с двумя братьями. Их звали Ситрус и Трувор. Данный эпизод летописи, он трактуется по-разному многими исследователями, многими учеными. Кто-то считает, что у Рюрика вообще не было никаких братьев, и Трувор и Синиус – это не имена братьев, а такой не совсем, скажем так, правильный именно перевод сведений, которые изначально в Древней Руси были переданы летописцам. И Рюрик прибыл один со своей дружиной. Но так или иначе, мы с вами можем обратиться к тексту летописи, повесть временных лет, и прочитать, при каких же обстоятельствах вообще произошло вот это призвание князей Рюрика и его братьев. В год 6370-й изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. На этом моменте стоит остановиться. Дело в том, что мы с вами уже начали говорить о том, что Словении, Ильминске и Поляне, они проживали по берегам крупных рек. И стоит отметить, что эти реки Днепр, Ладога, точнее Днепр и Волхов, город Ладога как раз-таки и другие города, они были соединены одним крупным торговым путём, который назывался путь из варяг в Греки. Это был торговый путь, который соединял Балтийское море, его вы можете также сейчас видеть на экране, и Чёрное море, как раз-таки проходя через множество рек, множество городов по территории, на которой проживали наши восточные славяне. Но, к сожалению, славянские племена, они не контролировали этот путь, контролировали данный путь именно варяги. И как раз-таки варяги, о которых мы позже ещё поговорим с вами, кем они были, и были как-то раз ильминскими славянами, и таким племенем, ещё одним восточнославянским, как Кривичи, изгнаны. То есть с ними поборолись, подняли восстание против них, и их прогнали, изгнали, не захотели им платить дань, подчиняться, не захотели находиться под их контролем. Об этом сообщает нам как раз-таки текст повести временных лет. Но читаем дальше. И не было среди них правды, и встал рот народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Вот здесь тоже остановимся. Дело в том, что когда варяги были изгнаны, когда ильминские словения и Кривичи не захотели им подчиняться, платить дань, они начали просто-напросто между собой враждовать, что было нормальным. Каждому племене хотелось стать лидером, возглавить как раз-таки все остальные племена, и начались просто-напросто распри. И в этих условиях борьбы, проливания крови, решили племена всё-таки опять обратиться к варягам, для того, чтобы найти себе князя, лидера, который сможет по праву всех рассуживать, то есть решать как раз-таки все вопросы, хозяйственные, политические и другие. Так обратились представители как славянских племён, так и другие племена, проживавшие по соседству, как раз-таки к варягам. И избрались трое братьев со своими родами, взяли с собой всю Русь и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Как раз данный сюжет повествует о том, что в связи с усобицами и распри, в связи с тем, что нужен был один единый князь, который бы справедливо судил бы, рассуживал всех людей, проживавших на территории древней Руси того периода, население и обратилось к варягам, и в ходе этого события как раз-таки Рюрик и его братья пришли на Русь-княжить. Здесь мы подходим ко второму важному принципиальному вопросу о том, кем же вообще были Рюриковичи на самом деле. Мы уже упоминали с вами неоднократно, что они были варягами, но в исторической науке существует дискуссия, такой проблемный вопрос, неразрешённый вопрос. Кто такие на самом деле варяги? Кто такие эти самые призванные братья на Русь? Кем они являлись по своему происхождению? Так в исторической науке сложилось две версии, два ответа на этот вопрос. Первая версия была названа Нормандской теорией. Она говорит о том, что Рюрик и его братья, они были скандинавами, то есть викингами фактически. Слово Русь, которое мы неоднократно встречали в повести временных лет, оно нерусского происхождения, скажем так, не относится никаким образом к русскости, скажем так. Оно тоже скандинавское. И таким образом исследователи, некоторые историки заключают, что государственность на Русь была привнесена извне. И как бы славянские племена, получаются, они не способны были создать самостоятельно государство. Нормандскую теорию поддерживают, поддерживали, точнее, такие учёные, как Байер, Миллер, Шлёцер, это учёные XVIII века, и ряд других исследователей. Оппонентом этих учёных стал известный русский учёный Михаил Ломонос. Он создал антинормандскую теорию, по которой варяги являлись всё-таки славянами, но которые происходили из Прибалтики, то есть из побережья Балтийского моря. Слово «Русь» считал Ломоносов славянского происхождения, и таким образом славяне, они всё-таки создали своё государство не путём приглашения какого-то иноземца, а именно понимая суть княжения самостоятельно. И считал Ломоносов, что все предпосылки для создания государства, они уже у славян были и сложились на тот момент. Какого-то окончательного ответа в ходе этой дискуссии на сегодняшний день не достигнуто, но, как говорится, истина, возможно, где-то посередине. Каждый может сам для себя решить с опорой на прочитанные книги данный вопрос. Нам же с вами важно хотя бы знать, что такая дискуссия существует, и споры до сих пор не утихают. Здесь мы подходим с вами непосредственно к самому интересному. Прибыв на Русь, чем же занимались первые Рюриковичи? Собственно, Рюрик с его братьями и его потомки. Здесь мы будем переходить к классической истории с датами, с именами, с событиями, которые, нужно отметить, являются очень захватывающими. Итак, Рюрик в 862 году прибывает на Русь, как мы уже сказали, не только со своими братьями, но ещё и со своей дружиной. Доподлинно неизвестно ни как выглядел Рюрик, ни сколько у него было жён, ни сколько у него было детей в действительности, ни какую конкретно деятельность он вёл на Руси. Но что точно мы можем про него сказать, так это то, что у него был сын Игорь, которому он далее передал власть по наследству, именно эта передача власти сыну стала моментом, когда зародилась первая правящая династия на Руси, собственно, династия Рюриковичей. И также нам важно помнить, что поскольку с Рюриком на Русь прибыло довольно много людей, большая дружина, эта дружина далее не вся осталась с ним, с его братьями, её часть некоторая, она начала исследовать большие территории, которые заселяли славянские племена, и два дружинника Рюрика, их звали Аскольд и Дир, они дошли до Киева, захватили там власть и там же осели. Известно также, что они даже совершали набеги на Византию, которая была не так далеко, можно сказать, по соседству, и таким образом не только Рюрик, его братья, но и даже некоторые дружинники начали контролировать славянские земли. После того, как Рюрик в 879 году умирает, его сын Игорь не начинает править, потому что, как сообщает нам первая летопись, повесть временных лет, он был ещё мал на тот момент, и самостоятельно управлять государством он не мог. Поэтому следующим правителем после Рюрика становится князь Олег, вы видите, что в кавычках написано его прозвище, его назвали Вещей. Легенду, которая этому способствовала, я расскажу чуть позже, возможно, что кто-то из вас уже знаком с ней. Но что важно, что Олег не был прямым наследником Рюрика, он был или его какой-то родственник дальний, или же, возможно, он был просто его приближённым, близким другом, дружинником его. И он становится, можно сказать, регентом при малолетнем князе Игоре. Регент означает, можно сказать, наставник, можно сказать, опекун, попечитель. Так вот, этот самый Вещей Олег на некоторое время, пока Игорь мужает, взрослеет, вырастает, начинает править как раз-таки в Новгороде, в котором до этого правил Рюрик. Про Олега мы уже знаем чуть-чуть больше. С одной стороны, мы знаем, что этот правитель уже был более решительный. В 882 году он собирает большое войско и отправляется как раз по тому самому пути из Варяг в Греки на юг для того, чтобы подчинить себе другие славянские племена, обложить их данью и просто-напросто исследовать те территории, которые заселяют славяне на тот момент. Он проходит этот длинный путь из Новгорода в Киев, по пути действительно подчиняет себе ряд восточнославянских племен, облагает их данью и приходит в Киев. А в Киеве, наверняка вы помните, на тот момент продолжают править дружинники из дружины Рюрико, это Аскольты Дир. И здесь случается легендарный такой сюжет, легендарная сцена, следующее. Олег обманным путём, можно сказать, выманил Аскольда и Дира на берег как раз-таки Днепра, по которому прибыл он и его дружина вместе с малолетним Игорем. Под видом торговцев они как раз-таки приглашают Аскольда и Дира встретить их, и в тот момент, когда наивные доверчивые Аскольд и Дир выходят к купцам, к торговцам, чтобы их поприветствовать, Олег выходит к ним вместе с малолетним Игорем на руках и говорит о том, что правят они здесь совершенно незаконно, и настоящий правитель всех славян, всех славянских племён, это именно малолетний Игорь, и демонстрирует его, собственно, Аскольду и Диру. В тот момент дружина Олега, которая затаилась в засаде, она внезапно выскакивает, и Аскольд и Дир гибнут при этой атаке. После этого Олег, соответственно, с Игорем оседают в Киеве, Олег переносит столицу на тот момент образовавшегося древнерусского государства в этот город, в Киев, и говорит о том, что да будет Киев мать городам русским. Как раз-таки с 882 года и ведёт своё начало древнерусское государство. Если Рюрик отметился тем, что он именно первую русскую династию создал, князей, то Олег нам должен запомниться как именно создатель государства, потому что уже не одно какое-то племя ему подчиняется, а ряд племён от Новгорода до Киева. После того, как, можно сказать, внутренняя такая самая главная задача создания государства была решена, Олег сталкивается с рядом внешнеполитических проблем, а именно он сталкивается с соседними и с врагами. В 898 году внезапно Киев, который стал столицей, в которой Олег и Игорь проживают, был атакован. Атакован он был кочевыми племенами венгров. Они осадили Киев, и в этот момент Олегу удалось от них откупиться, сделав так, что венгры пошли далее на Запад, на европейские государства, а Русь фактически не тронули. Почему это довольно важный эпизод, который нам с вами стоит запомнить? Дело в том, что далее в течение всей истории Руси, древней, средневековой, на Русь часто будут приходить кочевые племена. Уже следующий правитель Игорь, он столкнется с очередным таким кочевым племенем, которое будет докучать, и не только докучать, но и разорять русские южные территории, чем будут мешать развитию древнерусского государства. Потом таких кочевых племен будет еще довольно много. Отбившись от венгров, Олег сам инициирует, проявляет инициативу нападения на соседа, на довольно крупного соседа, на Византию, и он предпринимает два похода. В 907 году Олег снаряжает свою дружину, отправляется в Византию, в город Константинополь, который на Руси еще называли царь Градом, и осаждает его, этот город. Нужно отметить, что византийцы были очень впечатлены тем, как появился Олег со своей дружиной, они действительно продумали нападение, и все это очень эффектно завоевание происходило, и в 907 году византийцы просто открывают двери Константинополя, открывают ворота и впускают соответственно славян. По итогам этого завоевательного похода был заключен, как считают некоторые авторы, устный договор с Византией, по которой наши русские купцы могли свободно торговать, не уплачивая никакие пошлины, то есть налоги Византии. Ну и помимо этого они еще получали ряд привилегий, то есть каких-то плюсов. для себя находясь в Византии. Также в 907 году считается, что когда Олег завоевал Константинополь, он прибил на ворота Царьграда, то есть Константинополя, свой щит, обозначив, что славяне побывали здесь и теперь соответственно покорив Византию, покорив столицу Византии, она подчиняется в некотором смысле как раз таки Древней Руси. В 911 году поход на Византию был повторен и это привело к тому, что был заключен еще и письменный, первый письменный договор с данной страной. Этот первый письменный договор некоторые ученые считают, что просто подтвердил условия устного договора. Так или иначе наша задача с вами запомнить, что в 1907-1911 году мы начали активно взаимодействовать со своим самым крупным пожалуй на тот момент соседом с Византийской империей и довольно-таки удачно взаимодействовать. В 1912 году уже буквально на следующий год Олег умирает. По преданию, по легенде Олег умирает можно сказать от своего коня. Интересная история, что Олегу предсказали изначально гибель от коня и он очень его любил и поэтому с тяжкой можно сказать душой расстался с ним со своим верным другом о роли лошадей в деятельности Рюриковичей мы еще поговорим с вами чуть-чуть позже о том смысле который имел имело это животное в Древней Руси а пока стоит отметить что когда уже конь умер и когда Олег пришел прощаться с ним и его хоронить из его черепа вылезла змея ужарила Олега и соответственно от этого укуса он и скончался именно после этого сюжета Олег получил прозвище вещей насколько эта история правдива каждый из вас может оценить самостоятельно подумать об этом мы же с вами переходим к деятельности третьего князя из династии Рюриковичей сын Рюрика Игорь который получил прозвище Старый начал править в 912 году почему Игоря назвали Старый дело в том что на тот момент когда Олег передал ему власть считается что Игорь уже находился по тем временам довольно таки зрелом возрасте он действительно не молодым юношей по тем опять же параметрам приходит к власти и начинает свою активную деятельность чтобы можно сказать укрепить свой авторитет после такого сильного и удачливого правителя как Олег Игорь начинает в первую очередь свою деятельность с внешней политики то есть он активно начинает также фактически воевать во-первых в начале его правления уже обозначается такая проблема как новое кочевое племя а именно печенеги мы уже с вами говорили о племени венгров от которых смог откупиться Олег так вот Игорь встретился с очередными кочевниками с печенегами и немного повоевав с ними в целом тоже с печенегами удалось пока что на какое-то время договориться усмирить их но эти племена они расположили свои кочевья неподалеку от границ древнерусского государства в южных степях и теперь эта угроза она постоянно тяжким грузом можно сказать висела над правителями древней Руси расправившись с этой проблемой Игорь решил укрепить свой авторитет еще двумя новыми походами на Византию он хотел показать что он новый правитель Руси ничем не слабее ничем не хуже чем предыдущий однако же походы и 941 944 годов оказались не слишком удачными и несмотря на то что все договоренности остались в силах конечно Игорь не смог такой же успех обрести в этих походах как Олег пришлось даже обращаться к помощи тех самых венгров которые выступили нашими союзниками и не без их помощи нам и удалось договориться на тех же условиях с византийцами на коих ранее Олег договорился с ними В 945 году обозначилась внутриполитическая проблема а именно произойдет восстание древлян сюжет который довольно-таки хорошо обычно помнят учащиеся потому что он действительно любопытен он действительно интересен давайте сейчас совместно вспомним его дело в том что киевский князь Олег Игорь объединив многие славянские племена начал именоваться великим князем что означало главный князь среди других князей остальных славянских племен и великий князь имел довольно-таки важную привилегию он мог ежегодно объезжать свои владения и получать со всех подчиненных племен дань этот процесс он был довольно-таки длительным и приносил довольно-таки доходов в княжескую казну это позволяло соответственно князю его дружинникам безбедно жить осуществлять свою деятельность по защите границ и не заниматься как раз-таки какими-то хозяйственными делами так вот в 945 году Игорь отправился в этот поход за данью данные походы назывались по-людьям потому что князь фактически ездил по-людям и одно из племен на его пути это были как раз-таки древляне собрав с них дань Игорь почему-то не удовлетворился тем количеством которое удалось собрать и он отправив основную часть своей дружины далее по маршруту с небольшой частью приближенных вернулся к древлянам собрать дань повторно но древлянки они удивились такой наглости не стали с ней мириться и их местный князь Мал организовал восстание в ходе этого восстания приближенных Игоря перебили его самого привязали по легенде к двум согнутым деревьям и соответственно привязав отпустили вот эти две ветки разорвав Игоря фактически на части такая жестокая кровавая смерть она продемонстрировала несовершенство той системы сбора налогов Дани которая существовала на тот момент в древней Руси она показала что внутри этой системы есть проблемы которые нужно непосредственно решать и очень быстро известия о гибели Игоря в древлянской земле распространились и дошли до его супруги его супругу звали Ольга княгиня Ольга именно она станет следующей правительницей древнерусского государства казалось бы мы видим до этого что у власти оказывались только мужчины а тут внезапно женщина как так получилось дело в том что у Игоря и у его жены Ольги был ребенок был сын это был кстати единственный их сын Святослав но он как и некогда Игорь был слишком мал для того чтобы прийти к власти сразу после гибели отца именно поэтому Ольга как и некогда князь Олег стала регентом при нем то есть наставником то есть можно сказать вот таким вот воспитателем который до взросления сына будет управлять государством когда до Ольги дошла весть о гибели ее мужа она естественно была убита горем и первым делом после того как она узнала обо всем об этом она затеяла кровавую месть древлянам всему племени за несправедливую как ей сказалось гибель мужа месть древлянам Ольга осуществляла неоднократно и летопись доводен до нас сведения о самых разных и самых жутких надо сказать эпизодах в которых Ольга пыталась найти себе утешение и естественно воздать должное виновникам смерти ее мужа сохранились сведения о том что она пыталась сжечь столицу древлян город Искоростень и даже ее сожгла существует сведения о том что она заживо закапывала тех послов которых направляли ей древляне существует сведения о том что дружина Ольги некоторых представителей древлян просто-напросто сожгла заживо в бане ну или на Перу просто-напросто зарубила представителей этого племени все эти страшные сцены по тем временам не были чем-то удивительным действительно на тот момент мораль общества она была несколько иной чем мы на сегодняшний день имеем и все это было в рамках нормы глаз за глаз зуб за зуб месть была на тот момент нормой жизни но вдоволь намстясь скажем так Ольга начала мыслить уже рационально и поняла что все-таки вина ее мужа в том что случилось она тоже присутствовала после осознания этого Ольга занялась реформой и нужно отметить что это была первая реформа в истории вообще России она получила название налоговой Ольга вводит единый упорядоченный порядок сбора дани чтобы сбор дани стал упорядоченным она придумывает погосты это места в которых теперь отныне будет собираться дань и уроки это размер четко определенные размеры сбора дани для того чтобы дани ни один князь уже не смог по своему желанию взять и назначить какую-то другую сумму другой размер дани и чтобы князю не приходилось ежегодно объезжать владения она вводит вот эти самые погосты места сбора дани после такой налоговой реформы естественно что порядок взымания дани он стал более простым более понятным и уже не вызывал более далее никаких восстаний и трудностей после того как Ольга осуществила свою главную реформу она занялась вопросами которые касались непосредственно можно сказать ее души некоторые исследователи пишут о том что человеку довольно таки тяжело всегда жить с каким-то чувством вины а у Ольги после того как она осуществила столько много убийств вместе конечно чувство вины наверняка было и 955 по некоторым источникам 957 году Ольга отправляется в Византию в Константинополь для того чтобы принять христианство христианство это в отличие от язычества монотеистическая религия то есть религия с верой в одного Бога она познакомившись с догматами этой религии то есть с установками с ценностями с правилами этой религии поняла что именно христианство может гарантировать спасение ее души прощение ее грехов и это как считают некоторые авторы стало как раз таки причиной к принятию этой новой религии вместе с Ольгой приняли христианство и некоторые ее приближенные она не обязывала никого к этому потому что понимала что позиции язычества на Руси они все еще очень сильны например сын Ольги Святослав он был ярый язычник поклонник бога Перуна поэтому она сама крестилась крестила соответственно своих приближенных и возможно что действительно нашла успокоение своей душе Ольга продолжала далее жить править до 962 года но поскольку сын ее Святослав подрастал он начал править параллельно с матерью Ольга занималась в основном вопросами внутренними то есть она в основном живя в Киеве именно управляла государством Святослав же будучи довольно-таки амбициозным князем обращал свое внимание на внешнеполитическую ситуацию ему хотелось быть завоевателем ему хотелось отправляться в походы завоевать себе славу не случайно некоторые современники исследователи начали прозывать его Александром Македонским восточной Европы деятельность Святослава она вся сплошь завязана на войнах в 964 966 году он разгромит одного из крупных соседей Руси на востоке это государство Хазарский Кагана после этого разгрома данное государство уже не сможет оправиться и будет пребывать в упадке почему для Святослава было так важно расправиться с этим соседом дело в том что с одной стороны Хазарскому Каганату подчинялась вся торговля на Каспийском море на тот момент с другой стороны Хазарский Каганат он подчинял себе еще ближайшие народы и государства например Волжская Булгария например племя славянская Вятичей оно все находилось они все находились под его контролем так вот с племенем Вятичей Святослав также успел повоевать подчинив его Руси и государство Волжская Булгария также Святославом было ну скажем так повоевано он действительно повоевал там не разгромил окончательно Волжскую Булгарию но нанес ей серьезные удары повоевав на восточном направлении Святослав вернулся в Киев и предпринял принял для себя решение отправиться воевать в Болгарию очень его привлекали города территории которые соответственно находились по соседству с Византией и Византия более того она одобрила такое решение Святослава потому что на тот момент сама Византия находилась с Болгарией в состоянии войны конфликта Святослав достаточно успешно с Болгарией боролся более того решил перенести столицу на территорию болгарского государства Переславец на Дунае но Византий такой уже расклад не устраивает Святослав начал очень быстро усиливаться на границах с Византией и вследствие этого началась в 970 году русско-византийская война которую к сожалению выиграть мы не смогли после длительной осады Святослава и его войска его дружины в крепости Доростол пришлось пойти на мирные переговоры Византийцы согласились признать все завоевания Святослава в Хазарии в Булгарии но однако же ему пришлось возвратить все территории в Болгарии и была договоренность что Святослав просто-напросто вернется на Русь спокойно продолжить там править византийцы не тронут его более того обеспечить ему безопасный путь домой но к сожалению Святослав на пути в Киев погибнет в 972 году мы пропустили второй пункт из указанных на слайде не прокомментировали пока что его это осада Киева печенегами почему мы не прокомментировали этот момент потому что этот сюжет непосредственно связан с гибелью Святослава дело в том что печенеги которые обозначили свое присутствие еще при князе Игоре постепенно начинали господствовать в южно-русских степях и они даже отваживались осаждать Киев столицу древнерусского государства с трудом в 968 году усилиями Ольги командовавшей вот обороной можно сказать Киева удалось отбить их нападение и именно печенеге когда Святослав возвращался на Русь после войны с Византией как раз таки подкараулят его на днепровских порогах и убьют существует легенда что князь Куря печенежский хан сделал из черепа Святослава даже специальную чашу специальный кубок из которого пил дали разные напитки чтобы наполниться силой этого прославленного древнерусского полководца вот так соответственно заканчивается правление получается пятого можно сказать князя династии Рюриковичей и на этом считаю что нам можно рассмотреть еще несколько дополняющих вопросов вот эту вот картину правления князей как же выглядели первые русские князья про которых мы поговорили на самом деле доподлинно как выглядел Рюрик например как выглядел Олег Игорь Ольга нам практически неизвестно однако же сохранились сведения льва диакона сведения относящиеся к 10 веку с описанием такого правителя как Святослава я вас прошу прочитать про себя данный текст и прочитав его попробуйте представить себе образ этого прославленного князя древней Руси представьте себе прочитайте и представьте умеренного роста не слишком высокого не очень низкого густые брови светло-синие глаза курносый безбородый с густыми чрезмерно длинными волосами над верхней губой голова совершенно голая но свисал плов волос крепкий затылок широкая грудь выглядел хмурым суровым в ухо была вдета золотая серьга украшена она была в том числе одеяние было белым отличалось от одежды его приближенных чистотой если вы представили себе образ князя Святослава то попробуйте сейчас представив этот образ сопоставить с тем как собственно князя Святослава по этому описанию видели прославленные художники России и не только России кстати вот один из таких примеров воспроизводства как раз облика Святослава вы видите на слайде он сидит в лодке обратите внимание насколько совпало совпал тот образ который вы себе нарисовали познакомившись с описанием с этим портретом который представил нам Ав немножко подробнее узнав об облике первых князей из династии Рюриковичей я предлагаю вам рассмотреть последний на сегодня вопрос о том какие атрибуты имели при себе собственно князья данной династии перед нами три можно сказать кота в мешке в которых зашифрованы три главных можно сказать атрибута можно сказать символа три вещи владеть которыми было принципиально важно для князей древней Руси попробуйте подумать о том что это могут быть за вещи возьмите себе несколько секунд на размышление можете поделиться с вашими одноклассниками с вашими учителями с вашими наставниками может быть родственниками вашими соображениями сейчас мы проверим вашу интуицию первая вещь которая была принципиально важна для князей в древней Руси это ковер конечно не аутентичный ковер представлен на слайде это чисто символический но важна та роль которую играли ковры в жизни в деятельности первых князей династии Рюриковичей во-первых ковер был важен на съездах князей именно на нем располагались все те князья которые прибывали к великому князю и помогали ему принимать те или иные решения второй важный момент функция ковра это похоронный обряд умершего князя как правило заворачивали в ковер что символизировало его богатство его действительно вот достоинство его достаточно насыщенную наполненную жизнь ну и ковры были важны в дипломатических переговорах переговорах именно ковры расстилали перед самыми привилегированными гостями для того чтобы наладить диалог второй предмет атрибут важный для князей древней Руси это сани как ни странно сани были необходимы каждому великому князю для того чтобы с одной стороны совершать путешествия отправляться в дальние дороги с другой стороны опять же для похоронных обрядов князей древней Руси хоронили в санях как правило что символизировало отправление в дальнюю в долгую дорогу уже соответственно в иной мир ну и третий атрибут возможно что кто-то из вас догадался о нем это лошадь лошадь была очень важной в жизни каждого великого князя важным символом потому что именно с посажением на коня было связано взросление князя мальчиков уже в возрасте двух трех лет будущих великих князей усаживали на лошадь для того чтобы продемонстрировать их силу их мощь их амбиции ну и именно конь был верным другом верным союзником в каждом военном походе великого князя поэтому действительно роль коня была просто огромна на этом все три атрибута мы с вами рассмотрели ну что друзья пришло время проверить себя мы с вами завершили лекционную часть нашего разговора и теперь возвращаемся к заданию которое было дано вам в самом начале нашего общения мы договаривались с вами что на протяжении лекции вы будете заполнять генеалогическое древо которое содержит определенные пропуски даю вам возможность еще раз на него взглянуть как видите здесь пропущено имя первого правителя древней руси пропущены прозвища князя Олега и князя Игоря также пропущена дата начала правления княгини Ольги и собственно дата гибели князя Игоря и помимо прочего пропущено имя сына Игоря и Ольги пятого князя из династии Рюриковичей давайте вспоминать итак первый правитель династии Рюриковичей это собственно непосредственно Рюрик именно его имя вы должны были вписать мысленно вписать в первый пропуск прозвище Олега связано если помните с легендой в результате которой он умирает и его прозвище звучит как Олег Вещий прозвище князя Игоря связано с возрастом его вступления на престол с возрастом его прихода к власти так как он довольно поздно это сделал Игоря мы называем старым Ольга приходит в власти во время того как гибнет ее муж в древлянской земле и этот трагический год это 945 год ну и последний пропуск который нам необходимо было запомнить заполнить это имя сына Ольги Игоря его звали прославленного воина древней Руси Святослав первая часть работы позади большие молодцы все те у кого получилось заполнить пропуски без ошибок я не сомневалась в том что у вас внимательных слушателей все обязательно получится но вторая часть данного задания была более сложной более творческой нужно было придумать слово ассоциацию для того чтобы запомнить не только правителей но и ту деятельность которую они осуществляли на протяжении своего времени нахождение у власти также даю вам немного времени собраться с силами с мыслями вспомнить весь тот материал который мы обсуждали поделиться вашими идеями с одноклассниками с друзьями может быть с учителями которые находятся рядом или с вашими родственниками даю возможность вам также обсудить эти ваши ассоциации может быть выбрать лучшую по которой действительно можно наверняка запомнить весь тот фактологический материал который мы обсудили с вами ну и конечно я хочу поделиться с вами теми ассоциациями которые получились у меня итак Рюрика мы можем ассоциировать с таким словом как первый поскольку именно он был первым князем из династии Рюриковичей первым правителем вообще древней Руси Олега Вещева мы можем ассоциировать со словом Византия собственно потому что каждый из вас наверное запомнил что именно в деятельности Олега у нас было два удачных похода на эту страну Игорь Старый у нас может ассоциироваться с древлянами поскольку именно от их рук погибает данный князь в результате можно сказать жадности и повторного сбора Дани Ольгу мы можем ассоциировать со словом налоги поскольку именно ей принадлежит первая реформа в истории России и конечно налоги ну и Святослав у нас может как названный Александром Македонским восточной Европе быть назван завоевателем поскольку он действительно совершал много завоевательных походов в свой период правления но друзья на этом наша проверка понимания не заканчивается я приготовила для вас также интересное задание творческое задание повторительное задание бонусом справившись с ним поработав с ним вы не только сможете проверить свою внимательность но и заучить тот материал который мы с вами сегодня освоили наизусть для того чтобы далее блистать этими знаниями полученными в ходе урока на последующих занятиях конкурсах различного рода тестах викторинах и так далее я предлагаю вам сейчас аналогично заполнить пропуски но заполнить пропуски в стихотворении я прочитаю вам его попробуйте сориентироваться по рифмам ну и догадываясь на основе того теоретического материала который был вам дан какие же пропуски здесь соответственно есть в тексте и далее мы с вами проверим также себя итак давайте начнем Рюрик Синюс призвали их на 8-6-2 это помню наизусть итак как же звали третьего брата Рюрика и куда же их призвали два пропуска вы заполняете 8-7-9 начал править Олег 8-8-2 государство это вещи да будет Киев матерью городам русским поход на дважды пройдусь им в данном четверостишья мы с вами заполняем прозвище Олега соответственно и также мы с вами заполняем куда ходил дважды походом наш князь с 912 и по 45 кто-то сын варяга правил Русью непонятно мир с походы неудачные по люди это зло и древляне мрачные итак в этом четверостишье мы вспоминаем имя третьего правителя древней Руси сына варяга Рюрика и то с кем же он заключил действительно удачный мир защитив Русь Дальше правит кто-то Игоря жена Полюдья на повоз месть для нас важна В крестится к вере шаги и от печенегов что-то уберегли итак здесь мы заполняем сразу три пропуска кто же правит после Игоря как звали его жену где же она крестилась и что же уберегли от печенегов ее правление последнее четверостишье дальше сильный храбрый воин булгар каганат успокоил походы на на Балканах войны договор при Доростоле тоже был достойный итак кто же правит далее после Ольги кого покорил он успокоил кроме булгар и хазарского каганата и на кого же он пошел походами до Византии Друзья подумайте я беру паузу чтобы дать вам возможность и здесь также поразмышлять подумать выполнить данное задание может быть сфотографировать данный стих стихотворение для того чтобы впоследствии заучить его и обращаться к нему для запоминания базовой информации и буквально через полминутки мы с вами себя проверим 他 others они к ну с они л Ну что, друзья, давайте проверим себя, вот все пропуски заполнены, надеюсь, что здесь тоже у всех получилось справиться с данной задачей, вы большие молодцы и огромные умницы, если у вас не вызвало сложностей и это задание, те, кто допустил ошибку или не смог заполнить пропуск, не расстраивайтесь, пожалуйста, сейчас мы с вами совместными усилиями все повторим. Давайте подводить итоги небольшие нашего с вами сегодняшнего общения перед тем, как попрощаемся до следующей встречи. Итак, сегодня на занятии мы с вами узнали. Первое, мы узнали, как династия Рюриковичей оказалась на Руси, поговорили с вами о том, кто такие славяне, узнали три версии, которые посвящены месту происхождения славян, поговорили немного с вами о великом переселении народов и о том, как славяне включились в данный процесс, обсудили, как славяне разделились на три группы, надеюсь, сейчас каждый из вас вспомнил, как назывались эти группы, западные, восточные, южные славяне. Мы определились с вами с тем, как расселились эти три славянские группы и почему решение восточных славян было самым внесистемным из всех. Обсудили с вами также жизнь повседневную, деятельность восточных славян, те тенденции, которые сопровождали их развития. Поговорили о двух крупнейших племенах на территории Древней Руси. Это, опять же, надеюсь, что вы вспоминаете параллельно со мной племена полян на юге и племя ильминских славян на севере. Обсудили с вами, как назывались столицы этих племен. Призываю вас также вспоминать вместе со мной столица полян в городе Киеве, столица ильминских славян в городе Новгород. Обсудили с вами также те племенные группы, которые будут важны для понимания истории Древней Руси. Это древляне, это вятичи, которые далее в течение лекции я упоминала. И, собственно, подобрались к обстоятельствам призвания варягов на Русь в результате распри, в результате необходимости навести порядок на территории восточнославянских племен. Далее мы с вами обсудили две версии происхождения варягов. Надеюсь, что каждый из вас теперь запомнил нормандскую и антинормандскую теории, которые говорят о том, что варяги могли быть или скандинавами, или славянами. И мы с вами успели затронуть, помимо всего прочего, то, какую деятельность далее пришедшие на Русь варяги начали осуществлять. Именно эту деятельность мы с вами постарались закрепить, решая задания. Я также призываю вас по окончанию данного видеоурока продолжить изучение данной темы и самостоятельно не только почитать учебную литературу по данной теме, но и поработать с заданиями по данной проблематике. И в завершении мы с вами обсудили еще несколько любопытных тем. Это то, как же выглядели первые русские князья, первые рюриковичи. Обсудили с вами источник, который позволил нам составить портрет, составить образ, можно сказать, типичного русского князя Древней Руси. И также немного потренировали свою интуицию, подумали с вами, поразмышляли и обсудили, какие же атрибуты, какие же предметы. Обязательно сопровождали любого князя Древней Руси. Надеюсь, что данный лекционный материал был полезен вам. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующих встреч, до следующих видео лекций. Спасибо за внимание!